ДИСНАТВ Управление по делам ГОЧС отчиталось о происшествиях за неделю. За прошедшую неделю на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС города Десногорска привлекались для проведения работ. Результаты работы Десногорского ГИБДД за 2019 год. На постоянной основе с сотрудниками ГАИ города Десногорска проводятся мероприятия по пресечению и нарушению ПДД как пешеходами, так и водителями управления транспортной сезоной. 22 января состоялось первое в этом году заседание административной комиссии. Изменилась ли дисциплина горожан к лучшему и об изменениях в составе самой комиссии – далее в сюжете. Первое заседание нынешнего года комиссия провела в обновленном составе. Новым членом административной комиссии стал Вячеслав Басых, депутат от 4-го избирательного округа. Теперь в составе комиссии значится 7 человек. Вячеслав Михайлович, Вы являетесь членом нашей административной комиссии. Я думаю, примите активное участие в работе комиссии в 2020 году. Заседание началось с рассмотрения вопроса понижения минимальной суммы ныне действующих штрафов. Десногорсы считают, что 3000 рублей – это слишком высокая цена за парковку автомобиля в неотведенном для этого месте. По этой причине членами комиссии было решено предложить проект соответствующих поправок в областную думу. Какое предложение? Ну, наверное, проведение опроса среди административных комиссий мнения о целесообразности внести в действующую статью 17.4 закона Смоленской области об административных правонарушениях меры административного наказания в виде предупреждения. На рассмотрение в этот день было представлено 18 протоколов. Как и всегда, десногорцы продолжают пренебрегать спокойствием и комфортом своих соседей. 4 протокола по нарушению тишины и 14 – за неправильную парковку. При этом у каждого из провинившихся – своя история. Заклась компания, кричат, бежат, спать не дают уже не первую ночь. Ну как я могу не первую ночь, если это было выходной, на воскресенье выходной последний, мне на работу в понедельник. По всей неделе я работаю. По большинству административных дел были выписаны денежные штрафы. Смогут ли финансовые потери изменить отношение десногорцев к окружающим? Этот вопрос остается открытым. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГОЧС по Десногорску Андрей Воронцов. За прошедшую неделю на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС города Десногорска привлекались для проведения работ по оказанию помощи скорой три раза. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 739 сообщений, из них 288 ложных. Поступила отработана четыре просьбы от населения. Также в ночь с 18 на 19 января были организованы и проводились крещенские купания на святом источнике. Для безопасности населения у купеля дежурили представители МЧС, управление по делам ГОЧС Десногорска, ГИМС, экипаж скорой медицинской помощи, а также за соблюдением правопорядка отвечали сотрудники ОМВД. Благодаря слаженности действий всех экстренных служб, силовых ведомств и организаторов мероприятия, происшествий на месте массового купания людей не допущено. О дорожной ситуации в Атамграде, динамике дорожно-транспортных происшествий и результатах работы за 2019 год сообщили в отделе ГИБДД по городу Десногорску. Об оперативных итогах прошедшего года сообщил капитан полиции отдела ГИБДД по Десногорску Андрей Ваулин. За период времени с января по декабрь 2019 года на территории Смоленской области зарегистрировано 1022 дорожно-транспортных происшествий, в которых 125 человек погибло и получили на ранение 1261 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество ДТП по области уменьшилось на 2%. Число раненых сократилось на 13%. Аварий по вине пьяных водителей стало меньше на 12%. Тем не менее, за 17 дней уже 2020 года на Смоленщине значительно увеличилось число ДТП. В сравнении с аналогичным периодом годом ранее их стало больше на 19%. С 31 до 41 случая. Жертвами таких несчастных случаев стали 8 человек. Ранения получили 44 человека. На территории города Десногорска за 12 месяцев 2019 года зарегистрировано 285 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибло и 14 получили ранения. Детей в данных дорожно-транспортных происшествиях пострадавшими не зарегистрированы. Кроме этого, сотрудниками госавтоинспекции Десногорска за 2019 год было пресечено 3860 административных правонарушений. Таких как управление тренажным состоянием 41, превышение установленной скорости движения 1695, управление транспортным, не имеющим права управления 41, непредоставление преимущества пешеходам 170, нарушение ПДД пешеходами 340, перевозка детей без специального дерзкого удерживающего устройства 56. На постоянной основе с сотрудниками ГИБДД Десногорска проводятся мероприятия по профилактике ПДД как пешеходами, так и водителями. Отдельное внимание уделяется правилам пассажирских перевозок. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Десногорского городского благочиния Посетители электронного ресурса смогут узнать новости из жизни прихода в благочиния, ознакомиться с расписанием богослужений, объявлениями и анонсами и посмотреть фотогалерею приходской жизни. Сайт будет регулярно наполняться актуальным контентом, а в ближайшее время для посетителей сайта будет создана возможность совершить виртуальную экскурсию по Богородице-Скоробященскому кафедральному собору. Адрес сайта – desnachram.ru В конце выпуска о погоде. 24 января в Десногорске пасмурно, возможен снег с дождем. Температура днем плюс два, ночью минус четыре. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnachram.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!